В этом видео мы разберем пошаговый процесс, которому я следовал в пятницу, чтобы заработать 20% ко всем счетам на золоте. Если вы торгуете золото, наверняка заметили, что в пятницу был дикий тренд вверх. Мы прошли больше 50 долларов в течение дня, и самое сильное движение началось около 18 часов по Москве. И остановилось оно только в 22 часа по Москве. То есть продолжительность тренда была невероятной. И как я нахожу такие ситуации, как я действую в таких случаях, и как я использую автоматические способы, чтобы быть своевременно в этом рынке. И начнем мы с вами с первого вопроса, как я нахожу такие рынки, и как я понимаю, что, например, золото мне лучше торговать, или другой рынок горячий. То есть что на графике должно быть, что мне подсказывает. Вот этот алгоритм называется Трендсканер. Он мониторит все мои символы вот здесь в обзоре рынка. И когда находит подходящую ситуацию, сообщает мне вот здесь в таблице, например, золото. Посмотри, там формируется тренд на покупку. Я перехожу и принимаю решение. Второй момент. Когда я перешел в пятницу и посмотрел на золото, что я здесь увидел? Первое. Я обратил внимание на то, что мой смарт-осциллятор, вот здесь гистограмма, которая определяет силу рынка, а также точки разворота. Я обратил внимание, что она сразу, мгновенно поднялась от значения 20, вот здесь, до значения плюс 100 на вот этой свече. Эта свеча, в свою очередь, пробила мой уровень сопротивления с 30 минутки. И вот здесь вам очень полезно знать, что лучшие сигналы приходят тогда, когда мы объединяем несколько разных технических инструментов и несколько разных таймфреймов. Вот эта гистограмма внизу, она строится с 5 минутки. Я нахожусь на минутном графике золота. Вот этот уровень строится с 30 минутки, а гистограмма строится с 5 минутки. Таким образом, мы видим, что на 5 минутки произошло сильное давление покупателей. На этой же свече мы пробили 30-минутный уровень сопротивления. Красный, вот этот, если я на виду мышкой, вы увидите, рез, да, 30. И здесь же мы можем заметить, что цена торгуется выше максимума предыдущего дня. Вот эта прерывистая линия. То есть мы объединили три абсолютно разных технических аргумента. Это смарт-осциллятор с М5, это уровень М30, это максимум предыдущего дня. Таким образом, мы получили целую картину вот здесь о том, что на рынке произошел дисбаланс в сторону бай. И вот здесь я открываю сделку на покупку. Затем мы наблюдаем, как рынок тут же пошел наверх. И вот посмотрите, еще одно свидетельство сумасшедшей силы тренда. Видите вот здесь дистанцию между ценой и белыми точками волатильности. По мере роста цены эта дистанция стала сокращаться. И здесь она уже короче. А здесь она еще короче. А здесь она еще короче. Это говорит о том, что здесь огромные объемы пришли в рынок. И это может привести к дальнейшему росту. Также смарт-осциллятор, индикатор силы, показывает, что рынок очень сильный. Мы видим, гистограмма даже не падает ниже вот этой средней линии. 50. Вот она, прерывистая линия. То есть мы, используя автоматические способы, алготрейдинг, автоматизацию, можем действовать объективно и можем действовать последовательно. Потому что все наши сигналы мы видим. Я вижу уровень. Да. Я вижу смарт-осциллятор. Да. Я вижу максим предыдущего дня. Да. Я вижу точки волатильности. Да. То есть каждая единица информации, которая есть на графике, она объективна. Потому что я это вижу. То есть я руководствуюсь тем, что могу делать на регулярной основе. То есть я могу регулярно торговать на основе смарт-осциллятора, потому что там заложен алгоритм. Я могу регулярно смотреть на уровни, на точки волатильности и так далее. И вот здесь мы видим рынок. Рос-рос-рос-рос-рос-рос-рос-рос. Посмотрите, что произошло. И только здесь, только здесь произошло пересечение точек волатильности. До этого цена на всем протяжении тренда не могла преодолеть точки. То есть пробить. И если вы здесь купили и встали в этот тренд и вышли здесь, то мы видим 2880 пунктов. И большинство таких ситуаций объединяет экстремальное значение смарт-осциллятора. Здесь же пробой уровня. И, конечно, сигнал с тренд-сканера. То есть когда мы видим все в одном месте в одно время. И это самые большие деньги. Если мы посмотрим ранее в Европу, то есть та же пятница, только в Европу, здесь тоже были сигналы на бай. Но не было такого сильного взрыва, как был в американскую сессию. Сигнал на покупку появился вот здесь. Мы видим смарт-осциллятор тоже зеленый. Не зашкаливает, но при этом находится на уровне 40, что очень важно, когда мы торгуем на покупку. Мы видим вот здесь произошла пересменка. Была красная, стала зеленая. То же самое, как здесь красная, зеленая. Только здесь это более интенсивно произошло. Вот здесь появился сигнал на бай. Я купил, вышел в этой области, потом добавил, добавил, добавил. И вот здесь я закончил все свои позиции. Но мы видим, что не такое большое движение было. Хотя для европейской сессии это 10 долларов. Движение по золоту. Очень солидное. Что мы видим общего между вот этой ситуацией и вот этой ситуацией? Мы видим, что здесь тоже точки волатильности не отходят от цен. Они очень близко. Здесь, посмотрите, даже рынок сформировал небольшой медвежий тренд. Точки волатильности не отходят от тренда. От цены точнее. Свечи, видите, мелкие, потому что в сильных трендах свечи всегда мелкие. Они очень редко бывают большие. Смарт-осциллятор выше 40. Если упирается в экстремальный уровень, это усиливает сигнал на бай. И еще раз. Точки волатильности очень близко к ценам не отходят. Это характеристика всех сильнейших трендов. Еще один рынок, где мы видели очень сильный тренд, это индекс NASDAQ. Если вы посмотрите, здесь то же самое. Смарт-осциллятор выше 50. Цена выше максимум предыдущего дня. Мы пробили уровень сопротивления здесь, красный. И вот пошли коррекции. Обратите внимание. Здесь. Коррекция здесь. Коррекция здесь. И потом то, что мы видели по золоту. Точки волатильности, белые, прилипли к ценам и не отходят от них. Видите, да? Смарт-осциллятор при этом остается около значения 40 и не зашкаливает. Свечи мелкие. Таким образом, если мы садимся в тренд здесь, когда у нас произошла коррекция, или здесь, когда у нас произошла коррекция, мы можем проехаться по этому тренду практически до его завершения. И это один из способов, как мы можем зарабатывать в таких рынках. На мой взгляд, это самый объективный и самый эффективный способ участия в тренде. Почему? Потому что, во-первых, каждый раз, когда цена растет, мы двигаем за белой точкой. И когда эти белые точки пробивают здесь или здесь, рынок, как правило, останавливается, либо разворачивается. Таким образом, мы можем забирать 70, 80 и 90 процентов потенциала движения. Если вы чувствуете, что это то, что вам может помочь в трейдинге упростить вашу торговлю, систематизировать ваши действия у права края графика и может позволить вам брать такие движения, то добро пожаловать в ссылку под этим видео. Еще один рынок, на который я хочу обратить ваше внимание, это криптовалютный рынок. Хоть я и не торгую биткоин и не торгую салану, но порой смотришь на эти графики и волей-неволей хочется работать, потому что такие тренды, которые здесь, приносят очень солидные профиты. И смотрите опять, с чего все началось. Это 28 февраля биткоин. Видите, здесь появился сигнал с тренд-сканера. Если вы с ним не знакомы, с этим сигналом, то на моем сайте вы найдете всю информацию. Затем мы видим, что смарт-осциллятор стал подниматься. Видите? Поднимается. И при этом мы пробили уровень сопротивления. Вот здесь мы понимаем, что покупатели усиливаются. Затем рынок взлетел. Если даже трейдер не успел купить здесь, то у него появляется идеальный шанс купить на коррекции. Потому что когда мы торгуем тренд, мы торгуем двумя способами. Это моментум, то есть когда мы прыгаем в самом начале тренда. А второй, когда тренд случился, то есть движение, импульс, мы ждем коррекцию. И на первой коррекции покупаем. В процессе развития тренда будут еще коррекции. Здесь. Лучшие – это первая. Вот здесь. И вторая здесь. При этом наш смарт-осциллятор должен быть 40 и выше. Здесь мы видим. И здесь мы видим. 40 и выше. Если я наведу курсор. 47 здесь. 50 здесь. Вот когда коррекция происходит в районе белых точек волатильности. И смарт-осциллятор около 50. Это очень-очень сильный сигнал на продолжение тренда вверх. Таким образом, если вы здесь не купили, и не прыгнули в тренд, то вот следующий бай здесь. И посмотрите. Колоссальный взлет. Затем, в тот же день, 28 февраля, мы опять наблюдаем одну и ту же картину. Смарт-осциллятор поднялся. Обратите внимание, здесь 70. Цена пробила уровень. Наши точки волатильности белые, близко к ценам. Здесь мы получаем сигнал с тренд-сканера. И вот наши входы здесь на коррекциях. Или в потоке. То есть мы прыгаем в тренд, потому что все это время гистограмма не опускается ниже 40. Это свидетельство колоссальной силы покупателей. И затем вы видите еще одну картину, которая очень часто приводит к противоположному движению и дает вам понять, что пора выходить из этого тренда. Ведь тренд твой друг до тех пор, пока он не развернулся. И вот эта картина, сейчас я вам покажу так, что вы станете специалистом в работе по тренду и специалистом, который будет четко понимать, когда не надо торговать по тренду и когда может случиться острый разворот. Вот здесь видите дистанцию? Цена белой точки. Цена белой точки. Небольшая. И видите здесь, насколько резко, быстро цена удалилась. Помните, я говорил в сегодняшнем видео, что самые сильные тренды на мелких свечах. А когда свечи крупные, это говорит о том, что движение подходит к концу. И как мы можем это понять, что движение подходит к концу? Мы смотрим на дистанцию между ценой белыми точками. Если мы здесь купили, то вот в этой области мы понимаем, что пора выходить из покупок. То есть все, что я делаю, я использую тренд-сканер, который находит лучшие сигналы на рынке. Показывает мне, например, что торгуй биткоин или торгуй золото, торгуй нефть сейчас. Там наилучшие условия. Затем я перехожу на график, смотрю на смарт-осциллятор и на дистанцию между ценой и точками. Суммируя эту информацию, а она укладывается в 2-3 простых шага, я понимаю, когда быть покупателем, когда из покупок выходить. Также я использую функцию трейлинг стопа, чтобы забирать больше, когда тренд развивается. Затем мы видим, рынок обвалился здесь. И здесь уже красная гистограмма. Минус 100. Это говорит о том, что движение вниз завершено. Тут же мы видим коррекцию. То же самое здесь. Тут же мы видим коррекцию. Посмотрите на эту дистанцию между ценой и черными точками. 80-90% вероятность разворота здесь. То же самое здесь. То же самое на индексе NASDAQ, на золоте, на других ваших символах. Внутри дня, на минутном, пятиминутном графике. Вы также эти принципы можете использовать на часовом, четырехчасовом периоде, на рынке акций, форекс, золото, нефть, газ и любых других рынков. Также неважно, начинающий вы или опытный. Если вы чувствуете, что такой простой процесс может позволить вам торговать лучше, прибыльнее, то кликайте под этим видео на ссылку, попадете на мой сайт и увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok